Слава Господу, братья и сестры! Мы блаженны, что мы знаем, что скоро Он во славе придет, что Он призовет нас к Себе, и мы встретимся с Своим Господом на облаках. Слава Иисусу! Я очень благодарен Господу, что Он дал нам еще эту привилегию, возможность еще раз прийти на собрание вместе, чтобы прибыть в Его присутствии. Это очень приятно. И да, может, сегодня кто-то увлечен чем-то другим, ну, я надеюсь и желаю, что каждый из нас на этом месте на самом деле ищет Божьего лица, Божьего прикосновения и Его Слово в нашей жизни, потому что Его Слово – это и есть жизнь. Слава Богу! Я желаю вкратце поделиться Словом Господним для нашего назидания, для нашего обновления, для нашего напоминания. Хочу вкратце поделиться о молитве. Хотя сам сложно быть постоянным в молитве для меня. Вы знаете, я просто так лично поделюсь. Моя жена, она лучше молится, чем я. Обычно, как у нас, бывают какие-то проблемы или переживания. Я знаю, вот знаю, что правильный ответ на любую нужду, проблему и переживание – это, что нужно помолиться. Я знаю. Но моя жена, она не только знает, но она верит, что первая степень для разрешения нашей нужды – это молитва. И вы знаете, как по себе я знаю, но я и верую тоже. Но вот первая, как бы, степень в разрешении моих переживаний, хотя я знаю, что молитва имеет силу, это, чтобы как-то придумать разрешение для моей проблемы. Это как-то вот логически сложить вот ABC, чтобы как-то получилось у меня. Но моя жена всегда… Андрей, давай пойдем помолимся. Давай помолимся. Давай помолимся. Это не то, что я не хочу молиться. Но вот нахожу и признаюсь перед вами, что не всегда моя первая реакция на переживания или просто в каких-то ситуациях – это прийти к Господу в молитве. Вот сижу, думаю, ломаю голову, а вот просто прийти к молитве. Апостол Павел пишет, что открывайтесь сердца ваши в молитве, молении с благодарением, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе, сохранит, как бы нас содержит, прибудет с нами. Мы не развалимся в наших проблемах, но Он прибудет с нами. Слава Господу, братья и сестры! В молитве есть что-то ценное, есть что-то особенное. Я очень благодарен Господу, что Он подарил мне такую прекрасную жену, и Он меня учит через мою жену, надеется на Господа. И Господь после последних полтора года мою семью, меня и мою жену, проводит через такой особенный путь, нелегкий, но особенный. И мы видим в этом руку Божию. И Он нас испытывает, но и дает свое благословение в то же самое время. Хочу, чтобы не задерживать наше внимание много. Начнем с Писания. Это будет Якова 5 глава с 13 стиха по 20. Апостол Яков пишет такие слова. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет присвятеров церкви. И пусть помолится над ним, помазыв его Илеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь. И земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Слава Господу, братья и сестры! Апостол Иаков, я заметил в заключении своего послания церкви Христовой, ставит ударение в его заключении на молитву. Он здесь говорит о молитве практически в каждом стишку. Зло страждет ли кто? Молись! Болен ли кто? Молись! Или призови, чтобы за тебя молились! Если... Вот написано признавайтесь друг при другом и молитесь, чтобы вам не стелиться. Или я был простой человек, как мы. И он молился, и чудо произошло через его молитву. И в конце он описывает, что если кто из вас уклонится с пути, то пусть знает, что... тот знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. И для меня это местописание сказало очень ясно, что обращать друг друга к истине это только через молитву. Порой мы пробуем кого-то исправить, своих детей, своих братьев, сестер, на работе кого-то, хотим поменять им характер. Но чтобы кого-то привести к Богу, нам нужно в первую очередь за них молиться, братья и сестры. И вы знаете, я просто для себя понял одну простую истину. Сегодня братья говорили о вере. Наши молитвы личные, они прямое доказательство нашей веры в силу молитвы. Вы знаете, порой люди говорят, ой, я столько читаю, я в церковь хожу, я вот служу, а у меня такие проблемы, я не знаю, что сделать, я не знаю, куда пойти. Просто знать и просто служить это мало. Если мы много молимся, и наша молитва, она с верой, если она искренная, потому что если просто подумать, если, братья и сестры, поймите мои мысли, если мы просто выйдем из квадрата христианства, да, или из этой сферы, если мы скажем кому-то неверующему, вот молись Богу, и Он ответит твои проблемы, это практически для них чушь. Куда молиться, кому молиться, и что молиться, и что вообще молитва, в чем это заключается? Мы молимся невидимому Богу о наших проблемах, и не только молимся, чтобы высказаться, но мы веруем и имеем надежду, что мы получим ответ на нашу молитву, что есть реакция невидимая, но чувствуемая от Бога, Его любовь, Его прикосновение, Его благословение в нашей жизни, и вот для неверующих человека, как апостол Павел, что наше говорит, наша вера, это мы ненормальные, да, мы, я безумен Христа ради, но это со стороны людей, которые не знают Бога, но мы знаем Его, и если мы знаем и веруем, что Он всемогущий Бог, что Он может отвечать на наши молитвы, если апостол Павел пишет нам, что если зло страшишь, молись, то это означает, что если ты молишься, придет радость, придет разрешение, придет исцеление, если мы больны, то обещается нам исцеление, слава Господу, братья и сестры, но если мы не молимся, как мы можем сказать, что мы веруем, что Он может решить наши проблемы, если мы не молимся? Наша молитва, доказательство нашей веры, братья и сестры, это простая истина, я не думаю, что я что-то новое для нас говорю, я просто хочу как бы закрепить для себя и для нас, братья и сестры, что вера имеет силу. Не зря апостол Павел пишет в каждом своем послании, я здесь для себя выписал, в Колоссянах, он пишет здесь, будьте, в Колоссянах, это будет 4 глава, 2 стих, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением, постоянны. Потом Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих, пишет, непрестанно молитесь за все, благодарите. И Ефесянам, 6 глава, 18 стих, пишет так, всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Слава Господу, братья и сестры, здесь мы видим, оно повторяется всегда, постоянно молиться. Почему не постоянно в Слове Господнем? Почему не постоянно петь? Почему не постоянно проповедовать? Потому что в молитве есть сила, в молитве есть общение с Богом, в молитве есть ответ Бога. И это очень ценно для нас. Слава Господу, братья и сестры, я просто хочу ободрить нас, напомнить нам сегодня, что если у вас есть сегодня какие-то проблемы, переживания, или вы хотите прославить Господа, то мы можем это делать в молитве в любое время, в любое время дня, днем или ночью, мы можем молиться. И молитва не должна быть, здесь нету рецепта, как молиться. Молитва должна быть искренна. Знаете, я читаю сейчас одну книжку, заканчиваю, очень короткая книжка, описывается жизнь человека, который вырос в христианской семье, но сам не был христианином. Его зовут Мерлин Короудерс. Он поехал, воевал во Второй мировой войне в Германии, много там как бы неправильного соделал, приехал назад в Америку. И здесь Господь его коснулся, его сердца, он покаялся, его Бог крестил Духом Святым. и он остался в служении армии как капелланом. И он в своих описаниях описывает одну историю. Он был в службе в Вьетнаме и в определенное время он служил тем людям, которые были в госпитале, которые были раненые, болели, ранимые. и его призвал в один день один из служащих, который был весь во слезах. И он думал, что что-то плохое произошло. Он смотрит на него и видит, что его ноги все перемотаны, он весь в ранах, в шрамах. И он думает, что он хочет, чтобы он за него помолился. И обращается к нему и говорит, что ты хочешь? И он ему рассказывает, этот больной рассказывает историю, что мы были на пассажирском вертолете и летели, и низко летели возле деревьев, и их сбили. Их вертолет упал, разбился, взорвался, их раскинуло. И он говорит, я лежу на этих камнях, чувствуя, что не могу никуда двигаться. Слышу, как стонут и кричат другие раненые солдаты, но они не могут никуда идти. И они слышат, как пули выстреливаются там где-то в джунглях, идут эти вьетнамцы, вьетконг называются, те люди, с которыми они воевали. И он говорит, я понимаю, что через несколько минут придут они, нас будут они как бы насиловать, расстреливать нас. И говорит, такой страх напал. И говорит, у меня в мыслях такие идут мысли, как ленточка. Говорит, вот я понимаю, что нужно молиться. Он христианин, всю жизнь в церковь ходил. Говорит, и удивляюсь, как я всю жизнь в церковь проходил, и не знаю, как сейчас молиться Богу. Не знаю, что сказать Богу. И говорит, такое пришло, как бы, дерзновение из, как бы, безвыходного положения. Просто вскричал, Господи, помоги! И говорит, вот все, что я мог сказать, лежу, и вот эти мысли, этот страх приходит, что сейчас придут, будут расстреливать. И в то же самое время, это уже в другое время рассказывает пилот другого вертолета, что он летит. Ихнее направление, миссия была лететь на север. Я уже забыл, о чем он там не описывает. И говорит, приходит внутри какое-то сильное побуждение повернуться и лететь на восток. И он понимает, что по всех, как бы, армейским правилам своей миссии нельзя сходить. У него есть свое задание. Он не может что-то другое делать, но побуждение сильное, и он сворачивает. Потом летит, летит, и побуждение идет такое, что нужно опуститься к деревьям и медленно лететь. И по всем правилам армейским вот в то время он говорит, если ты летишь на вертолете над территорией врага, то либо нужно низко лететь и быстро или очень высоко, чтобы их не сбили. Он говорит, и чувствую, что если мне так указание лететь низко и медленно, что мне надо кого-то искать. Он говорит, я так оглядываюсь, оглядываюсь и вижу вот такое отверстие, да нету деревьев и вижу разбитый вертолет и валяются там солдаты. Они спустили, один из этих солдатов в этом вертолете спустился и понемножку поднял каждого солдата по веревке. И они вот минута в минуту успели их поднять и улететь, как пришли эти вьетнамцы, чтобы их расстрелять. И он в этой койке в госпитале лежит и он говорит, он плачет и рыдает, как ребенок, не потому, что ему больно, что его ноги перебили, а потому, что он радуется, что Господь ответил на его молитву. Слава Господу, братья и сестры! Молитва наша не должна быть красивая, большая, в заученных словах. Наша молитва должна быть искренная и направленная Господу сильному, чудному и великому, потому, что он есть Бог отвечающий. Слава Господу, братья и сестры! И сегодня я это говорю, Дух Святой это говорит для меня и для каждого из нас, что в молитве есть что-то ценное. Вот есть та история, которую Иисус рассказывал, притча своим ученикам о той вдове, которая приходила к судью неправедному и докучала его. Знаете, она не только знала, что он ее выслушает, она знала, что у него есть сила и власть ей помочь, потому, что если она думала, что сосед может ей помочь или какой-то другой мужчина, она бы и к нему ходила, но именно в этого судьи была та власть и сила ей помочь и вывести ее из ее проблемы, то коль ми паче наш Господь может нам помочь, когда мы к нему взываем, братья и сестры, мы не только знаем, что у него есть сила и власть нам помочь, мы веруем, наша вера, она должна оправдаться, братья и сестры, мы знаем и веруем, что наш Господь сильный, слава Господу, что он сильный исцелить больного, что он сильный поднять злостражившего, что он сильный простить молящегося грешника и привести, вернуть кого-то от злого пути. Братья и сестры, сегодня я призываю нас к молитве, я знаю, что я наблюдаю свою жизнь, мы сегодня принимали кровь и тело нашего Господа Иисуса Христа, и апостол Павел говорит Коринфянам, да испытывает же себя человек, по-английски написано let every man examine himself, как бы просканировать себя, проверить себя, просмотреть себя, свою жизнь, это слово examine, оно очень важное, потому что я думаю, мы должны это делать каждый день, не только молитва перед тем, как будет ломать хлеб, мы должны себя проверять и испытывать, я думаю, он призывает нас испытывать себя каждый день, да испытывает же себя человек, братья и сестры, я вот себя проверяю, анализирую свою жизнь и замечаю, что вот часто, часто вот то время, которое я имею свободное, приду домой, ляжу на диван или там с моим малым играюсь, или на работе порой я еду там одного места в другое место, и вот первостепенное это вот включить какой-то интересный канал, послушать какую-то интересную информацию, там радио включить, там о государстве послушать, сейчас такие, там идут перевороты в государстве нашем, воюют люди на уровне государства, вы знаете, но Дух Святой так часто бывает, знаете, так тихо, но очень точно говорит, Андрей, а ты можешь это время сейчас воспользовать для молитвы, вот тебе 30 минут ехать, почему не молиться, вот твоя жена сейчас поехала в магазин и малыша забрала, почему тебе не помолиться, братья и сестры, я думаю, каждый из вас, если вы имеете этого Духа правды, истины, мы каждый имеем это чувство, Он призывает нас к молитве, почему, потому что Дух Святой, Он нас наставит и направит на каждую истину, и Он знает, что в молитве мы имеем силу, даже если мы слабы, Павел пишет, когда я слаб, я силен, потому что благодать Господня, она достаточна для нас, а в молитве мы получаем благодать Господню, чтобы превозмочь, чтобы превзойти над нашими трудностями, кто-то болеет физически, кто-то духовно, кто-то переживает о родных своих, у нас есть простой ответ, молитва, мы не видим Господа нашего, мы не знаем, как Он выглядит, но когда мы закрываем наши глаза и склоняемся к молитве, мы чувствуем, что Он рядом, мы чувствуем, что Его рука над нашей жизнью, братья и сестры, и мы чувствуем, что Он дает ответ, даже если еще болит, мы знаем, что ранами Его мы исцеляемся и исцелились, слава Господу, братья и сестры, я уже перестану повторяться, что молитва очень ценная, хочу просто заключить в том, призвать нас, вот Новый год наступил, уже январь прошел, осталось уже не 12 месяцев, а 11 месяцев до 21 года, и время летит, и мы потихоньку взрослеем, но где наша молитва, да, где наша молитва, хорошо приходить сюда в понедельник и в среду, и в пятницу, хорошо вместе молиться, порой мы зажигаем друг друга, но Иисус нам показал примером, когда Он молился ночью, да, кажется, Иисус, ты же, ты Бог, зачем тебе молиться, но Он молился, и Ему тоже было трудно, когда в Гефсимании Он склонялся, и Он говорил, да минует Меня сия чаша, впрочем, не воля Моя, но Твоя Отче, слава Господу, я благодарю Господа, что Он молился, что Он молился так о нас, что Он совершил тот подвиг спасения, и даже на кресте Голгофском Он сказал, прости им, отче, не знают они, что худо делают, Он молился о нас, Он молился о нас, когда мы, порой, братья и сестры, когда мы согрешаем, и мы худо делаем, Он тогда и за нас молился, да поможет нам Господь сегодня следовать по Его стопам, найти эту ценность, найти эту драгоценность в молитве, наш сон положить в сторону, наше время с семьей, может, наше время с телефоном, и прибыть в молитве и общении с Господом, да поможет нам Господь, Его имя да будет прославлено, аминь. Аминь. Слава тебе, Иисус, Болослава тебе, Иисус, Аллилуйя тебе!